И у людей, и у собак одно желание – быть любимыми. Подметил в одной из своих книг наш современник, азербайджанский писатель Эльчин Сафарли. Действительно, все мы большие и маленькие, нуждаемся в этом больше всего остального. И не периодически, а постоянно, отдавая все, что возможно. Именно так, бескорыстно, не жалея ни времени, ни сил, любят своих подопечных в благотворительном фонде помощи безнадзорным животным «Шанс». И лучшее мерило такого неравнодушия – это время. 29 августа фонду исполнилось 5 лет. За эти годы через добрые руки Светланы Дегтяревой, директора фонда, а также его сотрудников и волонтеров прошли тысячи собак. Нашли новых хозяев около 500. И каждому животному была оказана посильная помощь. Началось это очень давно. Я всегда любила очень животных. И когда уже мы стали жить своей семьей, мы завели сначала одну собачку. Потом подобрали еще одну собачку, потом еще одну собачку. И у нас получилось 6 собачек уже дома. Я поняла, что уже домой просто невозможно брать собачек. И нужно организовать приют. И так у нас получился вот благотворительный фонд «Шанс». Мимо животных пройти очень сложно бездомных. У меня даже муж смеется по этому поводу, говорит, тебе нужно, наверное, завязывать глаза, как будто ты ходишь по улице. Остальные сотрудники и волонтеры фонда со Светланой солидарны. Мимо брошенного животного не пройдут никогда. Отогреют, накормят, вылечат и постараются найти новую любящую семью. В этом году, несмотря на сложные условия, уже пристроено около 100 собак. Выпускники приюта и их новые хозяева сегодня в числе гостей, пришедших с подарками и поздравлениями. Самое главное пожелание фонду – меньше собак в приюте и больше в семьях. От всей души поздравляю приют с пятилетием. Желаю процветания, желаю меньше, чтобы поступало хвостов, и больше, чтобы отправлялись все домой. Самое огромное счастье для приюта – это пустые двери. Желаю пустых дверей. Я очень хочу поздравить приют с пятилетием. Желаю им всего хорошего, чтобы дальше развивались и помогали дальше собакам. Не прекращались. Я с ним полностью согласен. Достаточно большая цифра, все-таки пять лет. Это не год. Это одна большая дружная семья здесь. Ну, я так считаю. Я вообще благодарен, что я тут появился. И хочу, чтобы они только росли, продвигались, и сегодня было хорошо. Добрые пожелания в адрес фонда, его директора, сотрудников и питомцев звучали на протяжении всего дня. Гости приезжали с теплыми словами и подарками. Но, как говорится, лучший подарок – это внимание. Не только к пушистым подопечным, но и к проблемам их содержания. Мы уже давно знакомы с Светланой, которая хозяйка этого приюта. И я знаю все трудности, которые были с организацией именно на земле вольеров и так далее. Помогаем кормом. Уже, в принципе, заказали. Привезем крошку для того, чтобы засыпать здесь и было почище. Необходимы палеты у нас тоже есть. И, ну, кто чем может, тот тем и поможет. Да, и мы в том числе. Все, что живое, оно достойно хорошего отношения, тем более со стороны людей. Вот. Любите собак и относитесь ко всем так, как хотите, чтобы относились к вам. Пожелать фонда мы хотим существовать долго, долго и долго. Хотим, чтобы появлялись у них помощники, потому что без помощи посторонним, конечно, очень тяжело. Нужен корм, нужны препараты, нужны просто руки для помощи. Ну, а мы еще раз хотим попросить наших телезрителей не забывать о том, что совсем рядом с нами есть те, кому очень нужна наша человеческая помощь. И о том, что творить добро под силу каждому нужно только дать себе шанс. Анна Коростелева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.